Здравствуйте, Ирина, скажите, а вот бутоньерки, друзьям жениха и букетики, браслетики, подружки и невесты даются только незамужним, неженатым? Нет, абсолютно не обязательно. Бутоньерки и букетики даются всем, кого вы считаете подружками и другом. То есть, если вы понимаете, что у меня там 5 друзей и 5 подружек, из которых там вот эта подружка замужем как раз-таки за этим другом, это не означает, что мы должны ее обделить букетиком. Нет. Всем, кого вы считаете, да, она не будет в дальнейшем, да, если вы будете разыгрывать букет невесты, она не будет участвовать в розыгрыше букета, но обделить ее букетиком или там браслетиком вы не можете, но это же ваша подружка как... Если она замужем, это не значит, что она уже прокаженная какая-то, что все, жизнь ее закончилась, и даже букет нельзя ей уже давать, все, жизнь оборвалась. Вышла замуж, жизнь оборвалась. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующий их своей свадьбе самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. Якобы это маркер для тех, кто в поиске. Ну, да не знаю, я думаю, что не стоит, я думаю, что не стоит. Если уж хочется как-то обозначить для тех, кто в поиске, ну, отдельный столик просто сделайте, незамужних девчонок перемешайте с неженатыми парнями, чтобы они там пообщались, чтобы они там познакомились, может быть, ближе. Либо разыграйте какую-нибудь историю там с блокнотиком, где будут написаны номера телефонов незамужних парней, незамужних девчонок, прошу прощения, которые находятся на свадьбе или там неженатых парней, которые есть на свадьбе. Может быть, как-то так можете обыграть, но отдельное какое-то обозначение, маркер какой-то, вот она как-то говорит, она не замужем, обрати внимание. Ну, нет, не стоит.